Не могли бросить четвероногих на произвол судьбы и бежали от войны вместе с питомцами. Это история двух семей, прибывших из Одессы со своими собаками и кошками. Теперь во временном убежище, расположенном в здании бывшего столичного кинотеатра, проживают две собаки и 11 кошек. С кормом для животных помогают волонтеры и рядовые граждане. Беженцы надеются, что смогут вернуться на родину вместе с четвероногими любимцами. Маленький Марк уехал из Одессы вместе с мамой, бабушкой и 11 кошками две недели назад. И сейчас большая дружная семья живет в одном из временных центров размещения для беженцев, обустроенных в стенах бывшего кинотеатра на Рыжкановке. В двух помещениях, переоборудованных под комнаты, трехлетний мальчик ухаживает за своими питомцами. Как зовут кошечка? Грета. Грета. А где ты какая? Грета. Ух. А это кнопка. Уехать из родной Украины, охваченной огнем, было непросто, как и привезти всех четвероногих любимцев до границы. Женщины даже не подумали оставить своих кошек в Одессе. От начала автомобильной очереди перед пропускным пунктом Паланка до самой границы шли пешком несколько километров. В первые дни после прибытия в Кишинев кошки ничего не ели и прятались. Нас довезли до начала автомобильной очереди, которая еще началась в Украине. И высадили. И дальше мы шли пешком, я не знаю даже сколько там, километров пять, наверное. Мы шли с тремя переносками, в них было 11 котов, ребенок, коляска, чемоданы, еще какие-то сумки. Было очень тяжело. И как вы... Как? Мелкими перебежками. Часть относили, потом возвращали за другой часть. Один стоял там, другой нес, потом возвращали и доносили остальное. И вот так вот мы шли. Изначально семья планировала продолжить свой путь, но у кошек нет документов для переезда в другие страны. Поэтому сейчас женщины подыскивают себе временное жилье с подходящей для кошек территории, либо же того, кто готов приютить четвероногих хотя бы на время. Условия в двух комнатушках не позволяют надолго оставаться в центре вместе с животными. Переноски было три у нас, мы с ними приехали, нам подарили еще две. Они спят иногда в переносках, иногда они с нами спят. Еда их не... Ну, уже они ее съели. Тут весь этаж нам все люди отдают то, что недоели их дети, то, что они сами недоели. То, что мы недоедаем, мы приносим. Другая семья, которую также приютили в этом центре, приехала из Одессы с двумя собаками. Самое главное, что все здоровы, говорит наша собеседница. Это же дети как бы вторые. Ну, как можно бросить свое животное? Нет, все, что осталось, это ребенок, собаки и все. Надо ехать брать своих. Да, расскажи, надо брать всех вместе. Скажи, нельзя оставлять нас. Нам все. Охраняет. Охранник никого не пускает сюда. Женщина тоже надеется, что скоро сможет вернуться в Одессу с ребенком и своими питомцами. Главное, чтобы она у вас еще не родила. А то приехали с двумя, уедем с пятернами, получат молдавское гражданство собаки. То есть, как бы мы не побоялись беременной собакой ехать сюда. В настоящее время в Молдове находятся свыше 100 тысяч иностранных граждан. С 24 февраля и до сих пор в Бюро по миграции поступило больше 5000 обращений о предоставлении убежища. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!